Приветствую вас. Я думаю, что ваши проблемы, которые вы описываете, пришли как раз на то время, на тот период, когда чувства, именно чувства вашего партнера к вам начали меняться, превращаясь из влюбленности во что-то другое. Полгода это тот срок, такой срок, когда подобная история вполне себе могла решиться, статус, например, была влюбленность, допустим, и как раз спустя полгода она начала, эта самая влюбленность, начала проходить. То есть я бы сказал, что это нормально, я бы сказал, что это вполне естественно. Я бы так сказал. Вопрос заключается в другом. Есть ли ещё что-то, чем вы, к примеру, могли бы привлечь к себе мужчину, да, есть ли ещё что-то? Вот судя по тому, что вы описываете, но мне почему-то показалось, что нет. Судя по тому, что вы описываете, вам очень важно, чтобы у него были к вам эти самые чувства. Это вам очень важно. Видеть от человека какие-то эмоции такие вот яркие. Но ключевой момент здесь заключается в том, а может ли человек, может ли человек вам эти эмоции дать? И вообще, возможно ли, возможно ли испытывать такие эмоции на постоянной основе? Моё мнение такое, что нельзя, нельзя на постоянной основе испытывать такие эмоции. И любые эмоции, даже самые сильные, в общем-то могут пройти. Поэтому я думаю, что пришла пора выводить ваши отношения на новый уровень. То есть, либо вы добавляете в этот, ну, в них, в отношения, либо вы добавляете больше духовности, вот. Либо, если по какой-то причине сделать этого у вас нет возможности, то, наверное, в таком случае стоит расстат. Очень важно вместе с тем определить, зачем лично вам, чтобы мужчина проявлял себя так. То есть, как лично вы восприняли его изменения, ну, изменения в его отношении к вам? То есть, для вас это было болезненно или... Как вы восприняли свою болезнь, за которую вы говорите? Это тоже очень важный момент. Если вы по этому поводу, к примеру, ну, достаточно сильно, например, переживали, да, вот. Если вы волновались, боялись, если вы, в целом, негативно очень восприняли появление заболевания своего, вот. Что это также могло сыграть роль, потому что... Мужчина увидел, что вы в себе сомневаетесь. Мужчина увидел, что вы в себя недолюбливаете. И ваш образ для него претерпел некоторые, некоторые, скажем так, перемены. Это бывает, опять же, когда людей, ну, скажем так, когда людей связывает только вот какая-то влюблённость, да, и нет соответственно привязки. Да, вот, нет какой-то такой более глубокой связи между людьми, вот. Так что здесь вам нужно вот на этот момент обратить самое своё пристальное внимание, да, что между вами и молодым человеком. Общее, вот. Если между вами общее что-то по-настоящему, вот. А дальше я полагаю, что вы можете, в общем-то, вспомнить, как вы вели себя, к примеру. Тогда, когда только начинали общаться и взаимодействовать. Я полагаю, что это вам, опять же, поможет. То есть в целом сейчас достаточно такой критический момент, потому что либо вы выйдете на новый этап, на новый уровень отношений, либо не будет ничего. То есть либо вырастание. Вот. Как правило, к сожалению, это работает именно с такой последовательностью, именно так это работает. Вот. Вот. И лучше будет, если вы, вот, не будете исправнивать, можно ли вернуть химию, да, то есть ориентироваться на человека. А лучше будет, если вы спросите себя, что нужно мне и чего хочу я и в чем, соответственно, я нуждаю. Это было бы для вас куда важнее и перспективнее, кстати говоря, чем то, что вы сейчас спрашиваете, пытаясь, ну, пытаясь в некотором смысле, да, понять человека. Пытаясь в некотором смысле, а, разобраться в, э, в человеке. То есть именно в нем разобраться пытаясь, не в себе. И чем, чем, чем сильнее вы пытаетесь разобраться в человеке, а не в себе, тем как бы хуже эффектно вам становится. Потому что, тем больше зависимость от него выпадает. Вот. Я не думаю, что это по итогу то, что вам действительно нужно. Вот. Вот, в принципе, такой вам можно дать ответ на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы для себя сделали какие-то выводы. Если вы расстанетесь, то пусть это послужит поводом для того, чтобы вы выстраивали свои отношения все-таки немножко иначе, немножко по-другому, на более, может быть, высоком уровне. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!